МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в субботу, 5 мая. В студии работает Андрей Тенн. Это курортка о главных событиях. Наш земляк Амантай Даулетбеков погиб на полях сражения на Курской дуге. Посмертно он был награжден золотой медалью Героя Советского Союза. Карагандинские студенты и участники исторического клуба воссоздали его героический подвиг. Многие ветераны, получившие боевой опыт офицеры, после возвращения домой поступали на службу в милицию, продолжая бороться с преступностью. Среди них и карагандинец Асылхан Омарханов. Лучшие фехтовальщики страны собрались в Караганде на втором республиканском турнире среди кадетов и юниоров. Соревнования, посвященные Дню Победы, прошли в зале фехтования стадиона «Шахтер». А теперь подробнее об этих и других событиях. Около двухсот человек приняли участие в реконструкции боя при панырях участке Курской битвы. В этом сражении погиб герой Советского Союза Амантай Даулетбеков. Участники реконструкции воссоздали героический подвиг нашего земляка. На поле боя артиллерийский расчет героически сражается против фашистских войск. Танки и пехота буквально сметает все, но на пути встает расчет старшего сержанта Амантая Даулетбекова. Против горски отважных артиллеристов фашисты обрушили сосредоточенный огонь танков и самоходных орудий, поддерживаемый многочисленной пехотой. Когда не стало гранат и патронов, оставшиеся в живых артиллеристы во главе с Амантаем начали свой последний бой. Герои погибли, но фашисты понесли большие потери. Враг был остановлен. За проявленное мужество и героизм Амантаю Даулетбекову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Подвиг нашего земляка реконструировали студенты, участники исторического клуба Дворца культуры Нового Майкудука. Главную роль Амантая Даулетбекова сыграл 28-летний Аян Карим. Он отметил, что для него это большая честь, ведь его предки тоже воевали. Для воссоздания атмосферы военного времени региональное командование «Астана» предоставило боевую технику. И пусть современные боевые машины и пехоты не похожи на немецкие танки военных лет, нужную атмосферу они создали. А вкупе с применением пиротехники зрители оказались полностью погружены в происходящее действие. Режиссером-постановщиком исторической реконструкции выступил Дияр Акпаров. Он признался, что не обошлось без трудностей. У нас были сложности именно в количестве людей, но, как вы видите, масштабность мероприятий именно создали именно те люди, которые были заинтересованы в участие. Нам очень помогли национальная гвардия, нам очень помогли и командование «Астаны». Ну, наши волонтеры, студенты, школьники, все они в этом участвовали. Вход был весьма… точнее, вход был свободен, и все люди, те, кто был заинтересован в участии, те, кто хотел в этом мероприятии принять участие, они в области. Организаторы отмечают, что данная историческая реконструкция имеет большое значение, особенно в рамках программы «Рухани Жангару». Мероприятие способствует повышению интереса молодежи к истории нашего региона по программе «Туган-Жер», воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма и подчеркивает значимость подвига казахстанцев в победе над фашизмом. Андрей Тенджа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Республиканский интеллектуальный марафон «Дорога к знаниям» стартовал в Караганде. В школе-гимназии номер 102 собрались участники со всего города. Это воспитанники детских садов и школьники младших классов, в том числе инклюзивных. Проект реализуется в рамках программы «Рухани Жангару». Интеллектуальный марафон «Дорога к знаниям» дает детям понимание причин успеха и неудач, предоставляет возможность действовать конструктивно, заявляют организаторы. Данный процесс значительно облегчает выбор, помогает определить наиболее правильный путь развития талантов ребенка, ведь качественное образование подрастающего поколения – залог успеха нашей страны в 21 веке. В марафоне принимают участие 10 команд младшеклассников. Среди участников – ученица 23-й школы Вероника Фердерер. Она призналась, что любит принимать участие в различных мероприятиях. Я вчера готовилась, прочитала все книги, которые были дома, про традиции Казахстана, повторила английский и казахский. На дополнительных языках сказал, чтобы мне тоже так все темы, чтобы мы повторили. Марафон проводится среди школьников младших классов. Примечательно, что среди них одна команда инклюзивного класса. Организаторы заявляют, что содержание заданий позволяет каждому ребенку проявить себя, получить удовольствие от участия, ощутить свои возможности и убедиться в том, что учеба в школе может приносить радость. На задание дается 10 минут. Дети проходят 10 инстанций. Самая первая инстанция – это у нас логические задания, потом квесты проходят. И самая последняя инстанция – это у нас по спорту, выполнение задания спортивного характера. Для всех ребят марафон стал ярким приключением, волнительным соревнованием и дал им возможность проявить свои способности. А для детей с особыми потребностями – еще и возможность почувствовать себя равным среди равных. По завершению марафона всем участникам областного этапа были выданы сертификаты. Гульнур Жакен, Андрей Тен, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сотрудники Департамента внутренних дел в преддверии майских праздников почтили память солдат, героически погибших при исполнении служебного долга. В Департаменте состоялось торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню Защитника Отечества и Дню Победы. Ветераны органов внутренних дел, ветераны Великой Отечественной войны. Сотрудники Карагандинской полиции возложили цветы и почтили минутой молчания павших воинов и сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В их честь и трехкратный ружейный залп. Каждый год в эти майские дни мы вспоминаем грозные годы войны. Чтим память павших. День Победы по праву относится к самым ярким и торжественным страницам истории. Об этом в своей речи говорил начальник Департамента внутренних дел генерал-майор полиции Миргенбай Жапаров. В жизни каждой казахстанской семьи, чем больше время отделяет от нас годы минувшей войны, тем сильнее память событий тех лет. Более 1 миллион 366 тысяч наших земляков, участвуя в той войне, каждый второй не вернулся домой. Один из героев Советского Союза, сотрудник милиции Казахстана, 2,5 тысячи сотрудников органов мультимедов были награждены орденами, медалями. В годы войны, в том числе, более 200 сотрудников ОВД Карагандинской области. Сотни бандитских формирований были выявлены и ликвидированы эти суровые годы на территории Спурики. Торжественное мероприятие продолжилось награждением. Почетными грамотами, ценными подарками и ведомственными медалями награждены лучшие сотрудники полиции Карагандинской области. Начальник Старогородского отдела полиции Демиртау, подполковник полиции Ториген Аблкас, стал обладателем медали за отличие в обеспечении правопорядка. Для меня это большая честь. Я хочу поблагодарить начальство Департамента внутренних дел за то, что оценило мои заслуги и ходатайствовало о моем награждении. Хочу также поздравить всех с Днем Защитника Отечества и Днем Победы. Желаю всем ветеранам здоровья и долгих лет. Берег мой, покажись вдали, Краешка тонкой льви, Берег мой, берег ласковый. Продолжилось мероприятие праздничным концертом. Звучали патриотические песни военных лет. Патриотизм и любовь, а также гордость за наших героев. Это не шуточные чувства, которые мы должны проявлять всегда, заявляют карагандинские полицейские. День Победы – это общий праздник всех поколений. Ярким завершением праздника стал марш Бессмертного полка. Сотрудники полиции прошлись по плацу с фотографиями своих родственников, участников войны, а также с фотографиями ветеранов, которые впоследствии служили в органах внутренних дел. Марат Такишев, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Многие ветераны войны, получившие боевой опыт офицеры, после возвращения домой поступали на службу в милицию, продолжая бороться теперь уже с преступностью. Среди них и карагандинец Асылхан Умарханов, ветерана войны и ветерана органа внутренних дел в канун Дня Победы, посетил начальник областного ДВД, генерал-майор полиции Мергенбай Жапаров. Ветеран войны и подполковник милиции в отставке 94-летний Асылхан Умарханов с теплотой и радушием встречает гостей. В канун празднования Дня Защитника Отечества и 73-летия со Дня Победы над фашистскими захватчиками начальник областного ДВД Мергенбай Жапаров вручил ветерану ценные подарки, но куда ценнее подарков личное внимание. Подполковник милиции в отставке Асылхан Умарханов активный участник сражений Великой Отечественной войны. Он принимал участие в боях на Орловско-Курской дуге, освобождал Орел, Курск, Брянск, Смоленск. После демобилизации из армии с 1951 по 1974 годы работал на различных должностях в органах внутренних дел. Свои лучшие профессиональные качества проявил в должности участкового уполномоченного. Его положительный опыт работы в 1963 году был рекомендован для распространения по всей территории Казахской ССР. Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни и больших успехов в работе. Пусть ваши дети, внуки и правнуки радуют вас. Желаю мира и добра нашей стране. Начальник гепартамента внутренних дел Бергенбай Жаппар поблагодарил ветерана за его труд по благо Родины и пожелал ему здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Переполнявшие положительные эмоции и нахлынувшие воспоминания растрогали Асылхана Омарханова до слез. И ветеран не стеснялся этого. Андрей Кимофеев, Аман Кожанов, Сергей Высокосов, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант», город Санкт-Петербург. В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов. Избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи. Уберет причины хондроза, сколиоза. Использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас. 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Принцесса в кирзовых сапогах. Так называли однополчане Нину Николаевну Сорокину. Военврача 315-й Мелитопольской дивизии. Всю Великую Отечественную войну она была на передовых позициях, спасая раненых. Подполковник Думан Бакиров, начальник отдела по делам обороны Октябрьского района Карганды, не в первый раз приходит к Нине Николаевне Сорокиной. Она 30 лет проработала председателем военно-врачебной комиссии. Сегодня Нине Николаевне 99 лет. За два дня до начала войны она закончила медицинский институт и была направлена для работы в Алтайский край, в сельский район. Скоро Нина становится председателем райздрава, но упорно, настойчиво просится на фронт. Военком даже приказал не пускать ее в кабинет из-за постоянных просьб отправить в действующую армию. Но через головы начальства она вытребовала боевую повестку для себя и для своей подруги. И в 22 года становится лейтенантом, военврачом третьего ранга. А меня почему-то звали по имени-отчеству. Я была среди девчонок, которые добровольно после курсов этих медсестер роковских, вот, моложе, некоторые постарше были. А мне уже 22 года жил, я уже старый человек была там среди этих молодых. Формирование новой дивизии в Барнауле и на фронт, в Сталинград. Она еще не имела названия, не было командира дивизии еще, ну, формировалась только. Да, еще и боевую знаменитую. Ага. Она потом стала 315-я Мелитопольская краснознаменная дивизия. Тяжело было. Пехота все несет на своих плечах, тяга только конная. Жара. На сутки положена одна фляжка с водой. Всех девушек подстригли под мальчиков и выдали мужское обмунирование. Не обошлось без слез. Но раненые поступали и надо было работать. Ведь самбат развернуть в полной мере не удавалось. Раненых прятали по оврагам. Фашисты не придерживались международных конвенций, которые запрещали обстреливать медицинские пункты, там стрелять у медицинских работников. Раненых, да. Ничего этого не было. Ну вот, ну куда, ну там, там на подступах к Сталинграду царские степи же. Там ровное место, покрытое этим, как он, полынью. У нас ковыльные степи, а там вот горький такой. Этот вот горький запах мне до сих пор мерещится. Без слез Нина Николаевна не может вспомнить своего первого раненого. И на этой повозке сидел парень, ему лет 20, сибиряк голубоглазый такой. Саша его звали, автоматчик. И он сидел, не стонал, ничего. И с открытыми глазами, и у него рука, вот я не помню, правая или левая, выше локтя отбита. Или осколком, или разрывной пулей, не знаю. И она болталась на кожном лоскуте. И вот он смотрит, товарищ военврач, неужели я отвоевался? Понимаете, он мне спросил, неужели я инвалид на всю жизнь? Вот настолько такие вот превалировали чувства, вот патриотизма. Неужели я отвоевался? И вот эти вот... Не могу. После Сталинграда, где дивизия потеряла 80% личного состава, было переформирование, затем Украина и освобождение Крыма. Емобилизовалась Нина Николаевна в 1946 году, а в Караганде работает с 1955 года. На пенсию выходила дважды. В первый раз в 1974 году по возрасту, и второй раз уже в 80 лет в звание подполковника медицинской службы. Но сослуживцы называют ее генералом. Энергии и оптимизма у Нины Николаевны хоть отбавляй. Хор ветерана, встречи с молодежью. Да и племянники не дают скучать. Они врачи в третьем поколении. В огне сражений вместе мы горели. Мы не умели в полнокал отлеть. И если это все мы одолели, то старость можем тоже одолеть. Поколения не уходят. Они обновляются. Они остаются в памяти потомков своими подвигами и делами. Здоровья вам, ветераны! И низкий поклон! Сергей Высокосов, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Лучшие фехтовальщики страны собрались в Караганде на втором республиканском турнире среди кадетов и юниоров. Соревнования, посвященные Дню Победы, прошли в зале фехтования стадиона «Шахтер». Этот старейший вид спорта в последние годы набирает все большую популярность. Как в Казахстане, так и в Караганде. По словам руководителя специализированной спортивной школы Майеры Исаевой, в 2014 году фехтованием занималось 52 школьника. Сегодня искусство сражения холодным оружием постигает 119 человек. Стоит также отметить отличные результаты карагандинских фехтовальщиков. Буквально в прошлом году молодежные игры прошли в Республике Казахстан спортивная, где мы заняли командные девочки второе место по сабле и мальчики третье место. За прошлый год нашим детям было 11 человек присвоено звание мастер спорта Республики Казахстан. Это говорит о многом. В Караганде занимаются по-настоящему талантливые спортсмены, отмечают тренеры. Многие за два года выполнили норматив на кандидата в мастера спорта. Одна из них – участница турнира Полина Ко. Сегодня она является кандидатом на участие в юношеских олимпийских играх в 2022 году. А началось все с того, что этот вид спорта Полине посоветовала бабушка. Сначала было очень тяжело, но мне понравилось, потому что у нас очень хороший тренер. Он меня как бы занял тренировками, он мне рассказал, что такое сабли, что такое фехтование, и мне это очень понравилось. И так я начала заниматься фехтованием. У меня есть успехи. Мы в команде заняли на чемпионате Казахстана первое место и выполнили мастера спорта. Турнир проходил в течение двух дней. В командном зачете первое место одержали саблисты Карагандинской области. Как юноши, так и девушки. В личном зачете также лидируют наши спортсмены. Среди юношей на первом месте Леонтий Мусалов. Среди девушек – Жасмин Капыджи. Необходимо отметить, что в прошлогоднем первенстве сборная команда девушек Карагандинского региона заняла первое место. Юноши – третье. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Акимат Караганды приглашает жителей и гостей города посмотреть бой Геннадия Головкина с Ванессом Мартиросяном на лед-экранах ДК Горняков, Дома Дружбы и ДК Нового Майкудука. Напомним, что наш земляк, боксер-профессионал Геннадий Головкин встретится в поединке с американским боксером Ванессом Мартиросяном. На кону будут стоять три из четырех титулов казахстанского боксера. Между тем известно, что по-прежнему ни один казахстанский канал не включил в свою программу передач бой Головкина с Мартиросяном. Но по информации сайта SportsKZ, переговоры продолжает вести телеканал КАЗ-Спорт. Прямую трансляцию боя проведут американские, британские и российские телеканалы. Массовый просмотр боя на лед-экранах будет организован 6 мая с 8 часов утра. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова